ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Полицейские ищут похитителей элитного алкоголя и нефтехимик готовится принять серьезного соперника. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Любитель халявного алкоголя попался в объектив видеокамер. Накануне молодой человек в гипермаркете «Магнит» украл бутылку с дорогим алкоголем. Сделал он это просто. Подойдя к прилавку, парень взял и спрятал украденное под куртку. Сейчас полицейские ищут грабителей. Если вы узнали в этом человеке своего знакомого, то просим вас позвонить по телефону 02. К нам обратился нижнекамец Рашид Яникеев. На днях он купил кофе в торговой сети «Пятерочка плюс». Баночка обошлась ему в 289 рублей. Мужчина это не смутило. Однако, каково было его удивление, когда в соседнем «Магните» такой же кофе стоит 201 рубль. Мужчина решил вернуть напиток и забрать деньги. Однако, в «Пятерочке» ему отказали. Тогда Рашид Юнусович обратился к нам. Ну и чем закончилась эта история и в каких магазинах самые низкие цены, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. Нижнекамцы продолжают уклоняться от уплаты за услуги ЖКХ. Сейчас долг составляет 290 миллионов рублей. Коммунальщики, пытаясь вернуть деньги за поставленные услуги, идут на крайние меры взыскания задолженности. Совместно с судебными приставами они проводят работу по возвращению долгов. За этот год уже окончено почти 5000 исполнительных производств. Ну и благодаря чему удалось взыскать 173 миллиона рублей. Хоккейный «Нефтехимик» готовится к матчу с московским «Динамо». Игра пройдет завтра на льду «Нефтехимарены». Столичная команда сейчас занимает пятую строчку на Западе, имея в активе 55 очков. На счету «Динамовцев» четыре победы в последних пяти матчах. «Химики» в последних пяти встречах трижды оказались сильнее соперников. В текущем сезоне московский клуб у себя дома в сухую разгромил «Нефтехимик» со счетом 3-0. Ну и вот смогут ли подопечные Владимира Крикунова взять реванш в предстоящем матче, узнаем завтра. Начало игры, как обычно, в 19 часов вечера. Вот как ищут пропавшего нижнекамца и кто стал королем ринга Вафанасова. Об этом и не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 или пишите нам на наш сайт, его адрес ntrtv.ru. До встречи!